Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. Это помогает в развитии канала, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Здесь больше 2 метра гирлянды на Новоягороде. Да, лодка украшена. Это это, да? Да. Не это, а другая, наверное, шпит. Как у нас дома. Несколько дней назад по Марину пришел Расмус, такой же, как у нас. И его, оказывается, поставили вот здесь вот. Я прям удивляюсь. Он очень похож на нас. Только привальный брус не из резины сделала, а из кортика. Не из кортика. Из дерева. Из дерева сделала. У нас только одно отвергло. У нас дорожки были. Легче. Стеклопластик. А сверху лежал тик. А здесь все наоборот. А, кстати, да, да. Ты, Егорка, внимательная. Я не обратила внимания. Можно его оттирать? Да. Да, ухаживать сложнее. Сейчас пока гуляли, познакомились с семьей из Катамарана. Это семья из Германии, и они будут тут зимовать всю зиму. Так что, возможно, мы с ними будем дружить и гулять вместе. Там девочки девять лет, а мальчику четыре. И, оказывается, на соседней лодке есть еще мальчик пяти лет. Пяти лет. Может быть, моим мальчишкам будет интересно пообщаться с девочкой. Они практически родители. Девочкой? С девочкой. Выходит, сережка из носовой каюты говорит, одной клеммы не хватило. Сейчас пойдет искать. Может быть, где-то у нас тут завалялось. В целом, уже час ночи. Пора бы и закончить работу. Все откладывается на неопределенное время. Почему неопределенное? Взял, сгонял в магазин, купил. А, да, завтра же выходной. Нет, завтра же обычный рабочий день. Потому что там праздники закончились. Да мы не особо торопимся, как сказать, с бутра страны. Просто обидно. Я сегодня хотел все заделать. Получается, вот этот провод я еще подвытащу. Там есть место, откуда его подвытащить. Потому что он натянут. Здесь аккумулятор. Это его минусовая клемма. Это лишний провод. Это тоже лишний провод. Прошу буду вытащить. Эта штучка пойдет на ту сторону переборки. Туда. Это беспроводной блок управления якорной лебедкой. Здесь аккумулятор, это я уже говорю. А как ты его будешь крепить? Он будет просто здесь стоять? Он будет прицеплен к этой доске. А, там есть крепление, чтобы его прикрепить? Вокруг будет. А, все. С тропой. Так, два флажков предохранителя. Можно включить даже. А это реле, которое якорно-ребедку тянут. Мощные. Да, но надо еще кабели тут организовать, чтобы было красиво. А если двигатель работает, тут тоже все ходуном ходит? Так это вибрации или нет? Ну, чтобы не перетиралось от вибрации. А это шунт, который надо будет подключить к сети. Соответственно, от него еще пойдут плюсовые клеммы. Тоненький проводок. Ну, сейчас, мне кажется, добротно выглядит. Жалко, одной клеммы не хватило. Да, вот отсюда нужен провод на плюсовую клемму. Клемма здесь будет плюсовая. Такой короткий проводок. Больше часа ночи. И лапочку так, хоп, и на место. Очень удобно. Утром мы проснулись от пения птицы. Вышли на палубу и видели какой-то экзотический экземпляр. Даже решили поснимать. Посмотрите, какая красота. Кто знает, как он называет птица, можете написать в комментариях. Суббота утра. Сережка уже успел сдвигать за посылками. И нам пришло извещение о посылке из России. Нужно будет ехать в почтовое отделение в соседний город основной. К сожалению, сюда не привезли. А после магазина и Марины, Сережа начал заниматься с проводкой. Ты, получается, пропускаешь толстый провод к аккумулятору? Или ты просто уберешь лишние провода? Уберяю лишние провода. Сегодня очень теплый денечек. Егор даже захотел одеть плавки. И, возможно, он искупается. Волна вроде не особо большая. Не такая она. Но она присутствует. Ну, для серфа волна все-таки маленькая, Игорь. Ну, немножко. Когда был сильный шторм, тут все было в воде. Была большая лужа такая. И вода перекидывалась через этот волнолом. Удивительно. Какая вода мощная, может быть. На дворе декабрь месяц. А мальчишки решили сходить искупаться. Удивительно. На мой взгляд, водичка захлазна. Но купаться по мальчишкам, так что им и решать. Никита не удержался. И тоже пошел купаться. Далеко не уплывать, Никита. Накупались. Теперь мальчишки решили построить яхту. Разучился колесо делать. Мальчишки сделали яхточку свою. Как она у вас называется? Олли. Олли. Горе-мотажеры, которые устанавливали якорную лебедку, вместо того, чтобы минус взять рядом с якорной лебедкой, ну, там где, куда подходят, короче, провода, они протянули отдельный минусовой провод, параллельно с основным минусовым проводом. Минусовая проводка якорной лебедки идет 70 квадратов. Вот. И рядом идет тоненький проводочек минусовой. Вот это было так сделано. Сейчас я аккумуляторы перенес в переднюю каюту. Ну, один аккумулятор перенес в переднюю каюту. Чисто для болтрастера и якорной лебедки. И вынул все старые провода-то, которые шли вот от лапша. Смотрю, не работает, думаю. Начал смотреть схему, а смотрю, там одного провода явно не хватает. Ну, то есть, чтобы реле сработало, вот это высокотоковое, да, нужно плюс и минус, чтобы катушка замкнулась. Ну, чтобы катушка начала работать. Вот. Плюс есть, а минус это нет. Минус-то не подключен. Я еще думал, зачем так много проводов. Подрулька заработала. Суббота вечер. Ремонты продолжаются. Теперь нужно разобраться с... Провода управления якорной лебедкой. Тебе, наверное, тепло нужно сюда выключить. У тебя тут что-то очень жалко. Да, вообще трынется. Либо окошко открыть. Мальчишки играют по сети, в Майнкрафт. Хорошо поработали, можно поиграть. А, Никитас? Да. Что, поменяли мы автомат, который был китайский, на обычный плавкий предохранитель на 200 ампер. Самбо Утрастер потребляет 280 ампер. Ну, по паспорту 300. Что интересно, этот плавкий предохранитель даже не разогревается. Как так вообще? Хороший, качественный, немецкий, керамическом корпусе, со стеклышком, плавкий предохранитель на 200 ампер. Ну, вот через него проходит 280, мы по шунту мерили потребление. Ну, и по паспорту 300, по факту 280 на Болт Растере. И он остается жив. Странно, но факт. Ну, ладно, будем считать, что у нас есть теперь предохранитель, хоть и не отщелкиваемый, то есть восстановить его никак. Нужно будет запаску купить. В случае чего на Болт Растере можно будет поменять предохранитель. Я прямо представляю, как мы приходим в Марину, какой-нибудь сильный ветер, мы пришвартовываемся. Предохранитель сгорел. Сережа берет, идет, вставляет новый предохранитель. А как мы будем тестировать якорную лебедку? Болт Растер-то легко понажимал? Ну, якорную лебедку можно тестировать путем заклинивания ее. Там же есть муфта, которая прокручивается, то есть сцепление якорной лебедки. Вот. Ее просто не до конца дотянуть, и она будет прокручиваться. Но нагрузка будет хорошая. Будем завтра, получается, тестировать? Да, сегодня я провода доделаю. Я хочу вот все сделать так, чтобы закрыть и больше туда в ближайшее время не заглядывать. Все разъемы поменял, а которые не поменял, сейчас поменяю. А зачем ты это решил делать? Потому что там влажно. Периодически, видимо, там точка росы происходит, потому что там есть небольшое количество воды внизу. И поэтому разъемы могут коррозировать. Ну, то есть, внутрь может влага попадать. Все разъемы на пасту контактную и переобжать. Классно. Молодец. У нас еще на десерт сегодня такой кексик вкусный. Насчет того, что он вкусный, нужно еще попробовать. Вкусно. Это некрасиво еще. Сижу я там, монтирую, и вдруг лебедка включается. Такая, думаю, вау, Сережа напортачила, и она сама включается. Спрашиваю. Тишина. Опять звуки какие-то странные. Сережа оказывается на брелочке. Покажи брелочек. Нажимает кнопочки. Главное молчит. Вообще, я тут вся перепугалась. Схватила камеру, пошла снимать. Единственный плюс от этого брелочка. Одинственный плюс от этого брелочек. Сдвоем выбираешь якорь, и не пользуешься. Если мы якорный ролик поправим, так, чтобы в нем цепь не закусывала, вполне можно выбирать цепь вообще в одиночку. Из брелочка. Да. Будет очень классно, удобно. Вот в такой позе Сережа практически целые выходные ковыряется. Маркировать сейчас не хочу. Я все помню. Да нет. Там, когда маркировать буду, нужно будет уже на стяжках все собирать, все провода в пучке. А у меня еще один провод не проложен. Мне его надо заказывать. Это провод МИА-2000, который идет от Шунта. А зачем он там, где у нас с якорной лебедкой под рулька? Как оно будет в сеть объединяться? Ну, Шунт там стоит для того, чтобы мерить ток и самое важное напряжение батареи. Не буду же я туда носиться с мультиметром. Поднимать все подушки. Да, так у нас вот на этом мониторчике будет все видно. Какое напряжение батареи на под рульке. То есть, здесь напряжение батареи на Вектроновском мониторе сервисный и стартовый. А здесь можно будет... О, кстати, у нас вода заканчивается. Здесь можно будет видеть напряжение батареи под рульки и якорные лебедки. Классно бы какое-нибудь звуковое оповещение о том, что там 5% воды осталось или почему-то... Самое смешное, что оно там типа есть. Да? Да, но только что-то не вопит. Вот тут видишь линия? Она устанавливает... Аларм, да? Да. После нее срабатывает аларм. Я даже не знала об этом. И даже звук там подразумевается. Почему-то звука нет. Надо вообще, по идее, поразобраться. Потому что это звуковое оповещение нужно будет для батареи как раз. Не будем же мы постоянно туда глядеть. Вот. Чтобы оно орало. Вопило. Там, кстати, есть вроде бы разъем, который как бы намекает на то, что туда можно бузер подключить. Может, внутреннего нет. И надо наружный подключать. Кстати, я купил. Сейчас покажу. Правда, не для этого. Можно здесь на столе. У товарищей китайцев купил. Закупить смешные деньги. Причем с доставкой из Испании. Небольшой пьезодинамик. 3-24 вольта. Сейчас мы его протестируем, как он орёт. Это, наверное, будет очень громко. Да, должно быть 90 десбел. Тестируем мы всегда. Что ты для этого принёс? Так. А это мой чарджер. Сейчас мы его подключим. Включим в режим блока питания. И он будет выдавать нам заявленные полампера. Дети, сейчас, может быть, будет громко. 12 вольт. Батарея. Так, вот мы уберём. Убираем DC. Провер. Всё, включаем. Очень мало. Конечно, дерибас ещё тут. Нужно будет, может быть, её обмазать чем-нибудь. Типа гидроизолировать. Не-не-не, её невозможно гидроизолировать. Ну, если ты закрываешь вот, смотри. Собираем тестовую схему. Серёжа сейчас расскажет, для чего. Сейчас нужен эмулятор нагрев. Мой ноутбук не испортится? Нет, не испортится. Для чего эта вся схема нужна? Это термореле. Это термодатчик. Это звуковой извещатель. Пьезоизлучатель. Это питание. Короче, эту штуку можно настроить на нижний и верхний предел температуры. То есть, на предел включения, на предел выключения. Вот, сейчас я её включу. О, она включилась. И вот указывается текущая... Где тут? Что показывать? Здесь показывается текущая температура на датчике. 25,7. Ну, это плюс-минус. Так. А это показывает температуру срабатывания. То есть, когда вот верхняя температура дойдёт до 65 градусов, до вот этой, то он включится. И вот эта штука запищит. Для чего это нужно? Ну, термодатчик приделаем к выхлопу двигателя. А эту штуку поставим где-нибудь так, чтобы видеть вот этот дисплейчик. Можно будет видеть температуру выхлопа. Есть тут такая штуковина, смеситель выхлопных газов с водой забортной, которая прошла через систему охлаждения. Вот. Если перестаёт идти вода забортная, то есть, охлаждение там забивается, крыльчатка ломается, ломается или ещё что-нибудь. Вот этот гусь резко нагревается выхлопными газами. И, в принципе, он сработает намного быстрее, вот эта приспособа из ОВАПИД, намного быстрее, чем сработает стандартное оповещение на панели приборов, которая работает по температуре охлаждающей жидкости. Потому что охлаждающая жидкость будет нагреваться ещё долго. Давай включай, будем тестировать. Да, как будем тестировать? Нагревательный элемент. Нагревательный элемент нагреем с помощью... Так, всё, внимание на экран. Да. Так, нагреваем. Вот пошла температура. 30, 35. 46, 52, 57, 63. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И хоть бы хнырь, да? Может, это нижняя температура? Я конфигурирую. О, точная, 80 поставил. Рабочий вариант. Класс. Да. Главное, это всё замонтажировать. Да, нужно проинсталлировать это качественно. Эта штука стоит очень дёшево. Я не знаю. Всё вместе, наверное, стоило меньше 10 евро. Ну, по меру яхтинга, это вообще даром. Ну да, да. Дешевле только на помойке. Клеммы сегодня покупал. Две клеммы, 5 с лишним евро. Ты же говорил, ты нашёл клеммы и провода запасные. Нет, у меня было куплено две клеммы. Я нашёл провод, но мне ещё нужно было выключатель поставить. А для него нужны были клеммы. Понятно. Транжира. Следующий этап – это шить стропы. Серёжка нашёл классные... Как это называется? Нет, не вживающие фиксаторы. О, да, фиксаторы. А то обычно пластиковые прилагаются. Остальные нежелательно, потому что пары кислоты присутствуют в какой-то концентрации. Ещё тут Серёжка мне сейчас показывал классный лайфхак для катушки с нитками, чтобы она не распускалась. Все, наверное, его знают, кроме меня. И так сойдёт. Почему ты так и чему? Качеству стежка. В смысле, короткую или слишком тонкую? Короткую. Короткую, как жизнь кислотных аккумуляторов. Вот здесь уже лениво было. Сказала же ниточка коробка. Не так сойдёт. На тебя не похоже, Серёжка. Ты там постой вот столько, сколько я, кверху жопой. Так тут же в нормальном положении сидишь, шнёшь себе. Да всё, уже нет никаких сил. Не так сойдёт. Надо примерить. Бицуху, бицуху. Примерка, сколько резать, чтобы не пришлось нашивать. Шитьё – это не наш конёк. Явно. Спасибо за просмотр видео. Не забудьте посмотреть анонс следующего видео. Он будет в конце. И, конечно, если понравился наш ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это, без сомнения, помогает в продвижении канала. Нужно чуть-чуть везде проверить, мало ли где-то завалялась клемма. Лишняя клемма. Такая добротная, толстая. На 70 квадратов. Случайно где-нибудь завалилась. Случайно, да. У тебя нет? Ну-ка по карману посмотрим. Ладно. Что надо говорить-то? Про маркировку ты начал сейчас. Нажимает кнопочки. Главное молчит вообще. Я тут вся перепугалась. Схватила камеру, пошла снимать. Единственный плюс от этого – брелочка. Сдвоем выбираешь якорь. Не пользуешься. Маркировать сейчас не хочу. Я всё помню. Вот здесь уже лениво было. Сказала же ниточка-коробка. И так сойдёт.